Итак, приветствую вас, уважаемые читатели и зрители интернет-ресурсов Мегаобзор.ком Линейка Huawei Ascent хорошо зарекомендовала себя на российском рынке и не только российском Стартовали мировые продажи Huawei Ascent G630 Это смартфон у нас в лаборатории, мы представляем первый подробный тест этой модели в сети Модель к нам пришла в инженерном виде, то есть без комплектующих К сожалению, комплектующие в этом обзоре мы с вами обо комплектующих мы вам рассказать не сможем Доступно две версии этого смартфона, это белый и черный смартфон Обе версии стоят 9900 рублей на текущий момент, по данным Яндекс.Маркета Габарита корпуса составляет у нас 143х71 и практически 8 мм То есть корпус не отличается малой толщиной, но при этом смартфон не пузатый То есть его удобно держать в руке Отличительной чертой корпуса являются острые грани в месте стыка задней крышки И на стыке с лицевой у нас имеется углубленный кант Он выполнен из хромированного пластика, не самое лучшее решение, что вам скажу И даже, например, взять в эту конкретную модель Во время транспортировки, судя по всему, повредили это хромированное покрытие И здесь у нас есть скол, то есть виден уже белый пластик В остальном смартфон смотрится свежо, это классический моноблок С этой части у него софт-тач пластик, приятный на ощупь Давайте сразу посмотрим ползадней крышки Здесь глазок 8 мегапиксельной камеры, светодиодная вспышка Логотип компании Huawei Здесь микрофон шумоподавления Здесь решетка динамика, она имеет выступ То есть при расположении на столе будет приподниматься Но если вы держите смартфон в руке, вы фактически будете перекрывать этот динамик И у нас будет теряться громкость Две механические клавиши выведены на правую грань Они хромированные, думаю, это хромированный материал будет также у нас облетать Здесь кнопка включения и качелька громкости То есть кнопки расположены обратно И первое время будет ложное срабатывание, можно их перепутать С чем это связано, сказать сложно Но в ряде смартфонов в компании Huawei я это отмечал Ну и даже и ряда других брендов из Китая По лицевой стороне все традиционно Основной площадью занимает у нас дисплей Сверху у нас решетка динамика схромированная Здесь глазок камеры Здесь датчики освещения и приближения Снизу три сенсорные кнопки Разъем microUSB снизу Разъем 3,5 мл для наушников сверху Задняя крышка съемная Давайте с ними посмотрим, что под ней скрывается Смартфон Dual SIM И здесь у нас, так, секундочку Даже достаточно плотно крышка крепится И благодаря этому нет у нас скрипа и люфта деталей Здесь два разъема для microSIM Они расположены так вот Здесь разъем для microSD карточки Аккумулятор не съемный Здесь он на 2000 мАч Аккумулятор не создан, ставят рекордную Но мы посмотрим, сколько он дает у нас в тесте Antutu По начинке По начинке весьма неплохо Установлен 5-дюймовый дисплей S-IPS У него хорошие углы обзора Картинка не искажается Уровень максимальной яркости достаточный для работы с смартфоном И в солнечное время, то есть летом, с смартфоном можно работать комфортно Здесь установлен сверху защитное стекло Но не могу, к сожалению, подсказать маркировку этого стекла Возможно, это горел глаз, а возможно, нет Точно сказать не могу, обманывать вас не буду По начинке Qualcomm Snapdragon 200 Работной на частоте 1200 МГц 1 ГБ оперативки 4 ГБ для хранения данных 8-мегапиксельная камера Bluetooth 4.0 GPS Поддержка Wi-Fi 3G, включая и скоростной интернет Здесь по операционной системе Установлен операционную систему Google Android 4.3 С оболочкой L-Emotion Оболочка приятная Она совмещает в себе То есть отсутствует здесь экран приложения И все приложения выводятся сразу на главное окно Приложения можно распределять между папками Чтобы они не закламляли ваш экран Предустановлен ряд виджетов от компании Huawei По данным тестов Давайте посмотрим Antutu тест набирает у нас 433 балла Рейтинговую таблицу вы можете посмотреть По ссылке в описании к этому видео Тест V-Lama 1835 и 454 балла Тест Antutu Benchmark Набирает у нас 13847 баллов Это все характерно для этого процессора Это 4-х ядерный чип В целом работает смартфон плавно Камера неплохая Как я и говорил Примеры снимков по ссылке в описании к этому видео Напомню, у нас гостяк был Huawei Unscent G630 Вас благодарю за внимание Подписывайтесь на наш канал Теперь еще много-много интересного Всем спасибо и пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok